Друзья, всех рад приветствовать! Мы находимся на размере Криминальная Россия сервер номер один и после продолжительных приключений в Египте мы вновь, друзья, возвращаемся в полицию. В последний раз мы получили награду за то, что мы прошли в Египте все эти ловушки и открыли 100 кейсов. 100 египетских кейсов, кто не смотрел, обязательно, друзья, пожалуйста, посмотрите прошлую серию. Опять же, приезжать вот так вот внезапно в полицию иногда даже неловко и как-то стыдно, потому что постоянно приходится писать какие-то объяснения, да, на стол генералу, где я был, что со мной было, почему я отсутствовал, а я внезапно действительно вот так вот пропадаю, приезжаю через неделю, товарищ полковник приехал, здравствуйте, как ни в чем не бывало, вновь на службу. То есть, конечно, служба такой не должна быть, но учитывая ситуации, господа, в которые мы постоянно попадаем, я считаю, что есть оправдание. Да и генерал всегда, друзья, входит в положение. За что люблю генерала Норкина? Потому что он даже не задает лишних вопросов. Когда-то Рогозин задавал вопрос, а вот товарищ генерал лишних вопросов уже никогда не задает. Вот, почему никого нету? Где все? Ой-ой-ой, у них собрание. Нет, уж я еще и без формы. Я, наверное, врываться сейчас так не буду. Так, вроде бы все собрались. Товарищ генерал объясняет что-то нашим полицейским. Сколько новеньких, я даже не знаю, кто там сидит. На сегодняшний день по распорядку запланирована тренировка личного состава. Опа. На тренировочку. Только пришел с тренировки, с Египта. И тут сразу, друзья, на тренировочку опять. А личный состав большой достаточно. Данная тренировка будет включать в себя отработку силовых качеств и выносливости. Она будет усложнена тем, что вы будете делать это в полной боевой готовности. А именно с жилетами, шлемами и полным снаряжением. Я готов побегать. После всех событий, знаете, бег. Вот, смотрите, недовольные, да, сидят. Что опять бегать. А ведь это всего лишь бег. Это не какое-то страшное приключение. Борьба с бандитами и так далее. Это всего лишь бег. Сейчас я даю вам 3 минуты на сборы, чтобы экипировать себя. И жду на плацу. Так, стоп. Давайте небольшой сюрприз. Подготовим товарищу генералу. Давайте быстренько тоже переоденемся. Во все, что нам необходимо. Так, ребята. Блин, я слышу, толпа просто бежит. Так, спрятались. Главное, не палимся. Сейчас быстренько переоденемся тоже. Так, хорошо. Ребята, давайте переодевайтесь. Я уже за вами потом выйду. Я за вами. Поедем вместе на тренировку. А что? В принципе, товарищ генерал даже и не устоит. Слушайте, а я скажу, что я служил. Если что, да. Я скажу, что я был всегда с вами. Вот тренировочку прошел, товарищ генерал. Так, все. Ребятки, давайте все переодеваемся и идем. Давайте на плац. Бегом, бегом, бегом. Вот это, конечно, друзья. Слушайте, действительно. И как будто, и как будто не уходил. И как будто ничего такого не было. Все, я в строю. Я в строю, господа. По крайней мере, друзья, я не пирожки кушал у бабушки в деревне. А в Египте, как бы, проходил испытания. Поэтому покажем всю силуху. Всю нашу физподготовку, так сказать. Давайте встанем, наверное, самым последним. Где-нибудь подальше. Сюда. Все, товарищ генерал, надеюсь, нас не узнает. Все на месте? Так точно, товарищ генерал. Все присутствуем в строю. По порядку. Рассчитайся. Поехали. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Я девятый, товарищ генерал. Десятый. Расчет окончен. Так, а я не понял, почему у нас сотрудников больше? Кто лишний? Блин, ну товарищ генерал, вот надо заморачиваться сейчас, да? Еще и ведь заметил, друзья, ты посмотри. А должно быть девять человек, что ли? Так, сейчас буду называть фамилии. Говорите, я. Винстон. Я. Нордвей. Я. Блин, а это я не предусмотрел. Всех называют, смотрите. Всех назвал. Двое. А, тут два лишних получается. Я понял. Это лишний я и вот этот чел, который в конце прибежал. Так, а вы кто такие? Он представился, но он не должен был на тренировку идти. А кинуть строй? Блин, ну он же не скажет мне точно так же. Один минус. Так. А я? Я. Ладно. Что ж уж пойдет. Полковник. Дип. Если что, товарищ генерал. Да-да, я в строю вместе со всеми. Тренироваться полковником тоже надо. Офицерскому составу тоже нужна тренировка. Не думайте, пожалуйста. Все. Вот. Вот и все, господа. Все нормально. Все нормально. Объясните, Люка. Потом, если надо будет, напишем. Сегодня самое главное – это тренировочка. Все прошло успешно. Нас получается девять человек поедет на тренировку. Полковник Дип, выйти из строя. Есть. Раз, два. В чем дело? Товарищ полковник, согласно приказу, вы уволены из рядов полиции за многочисленные прогулы и за неуважение к службе. Что? Это что происходит? В смысле, товарищ генерал? Что за неуважение? Прокакал звание. Как так можно? Эй! Что вы там разговариваете? Товарищ генерал, вы что такое говорите? В смысле, уволен? Как так можно было просрать такую должность? Да тихо, почему они разговаривают? Как же так? Отставите разговоры в строю. Вы не в лягушатнике. Товарищ генерал, какое уволение? Вы, полковника, собираетесь вот так вот взять и уволить? Ни за что? Просто за то, что там пару дней где-то побывал? Так я объяснительную подам. Я готов дать объяснительную. К вашему сведению, товарищ генерал. И мы решим давайте этот вопрос. Ну что вы меня опозорили просто перед всем личным составом? Полковник, прошу вас снять себе форму и сдать табильное оружие. А также удостоверение и погоны. Ну, товарищ, есть. Есть, товарищ генерал. Обалдеть. Это просто позор сейчас был. Перед всем составом полиции вот так вот взяли и уволили меня. Обалдеть. Когда в последний раз я так позорился? Товарищ генерал, надо хотя бы поговорить с ним. Остальные бегите в гараж. Там берите автомобили и ждите меня там. Блин, мне аж завидно на это смотреть теперь. Просто побежали. Я тоже хочу с ними. Товарищ генерал, что происходит? Это что такое? Это что такое? Что за увольнение с позором? Товарищ генерал, за что вы меня вот так уволили? Ну, посмотрите, мне просто стыдно перед всем личным составом. Перед офицерским составом. На меня смотрят и смеются просто теперь. Во-первых, ты действительно берешь внеплановые отпуска и пропадаешь внезапно. Ну, а во-вторых, это была не моя иноцитива. А уволили тебя оттуда. Что? Оттуда? Не понял. В бок, что ли? Приказ пришел лично от президента. Чтобы меня уволить? Он искал тебя, пока ты катался на верблюдах в Египте. Да я не катался! Товарищ генерал, вы даже не знаете, что происходило. Я же говорю, я готов объяснительную подать. Я готов объясниться. Мне можешь ничего не объяснять. Я не могу ослушаться приказа президента. Блин, что вы подслушиваете? Что вы, блин, подслушиваете все? Не надо подслушивать, как меня позорят. Тут просто унижает, товарищ генерал. И не забывай, кто меня сюда назначил и кому я подчиняюсь. Я понял, товарищ генерал. Конечно, вы не пойдете против президента. Понятно. Приказ, говорит, свыше был. А я откуда знал? И за что? Я столько лет отдал. Он просил передать, что если я тебя увижу, ты обязан явиться к нему в кабинет. Он сегодня еще не уехал. Можешь сделать это сейчас. Как можно скорее. Понял. Хорошо. Понял, товарищ генерал. Вы не виноваты. Я прекрасно это понимаю. Знаешь, я боюсь, что тебя арестуют за халатное отношение к должности. Ну вот этого еще не хватало. Ну хватит подслушивать. Что вы все подслушиваете? Вам смешно. Вам смешно наверняка, да? Вам приятно смотреть на такое. А меня увольняют. Просто увольняют. Большая просьба. Не появляйся больше тут. И в целом. Не попадайся полиции. В смысле не попадайся полиции? Я сейчас не понял. Отмазывать тебя никто не будет. Теперь ты просто никто. В смысле? Обалдеть. Я понял. Есть. Есть. Спасибо. Спасибо большое. Вот тебе и товарищ генерал. Вставай в форму и так далее. Дальше покидайте территорию, гражданин. Есть. Есть. Хорошо. Хорошо. Вот так. Вот так. Вот все. Уволили. С позором. На хрен. Последние секунды в формах. Друзья. Вот так вот и получилось. Просто поплакать остается. Я просто поплачу среди офицерского состава. И все. Больше нечего тут делать. Попрощаемся с ребятами. Попрощаемся с ребятами. Ребят, кто сейчас здесь, служите. Не прогуливайте. Не берите взятки. Чтобы не было таких ситуаций, чтобы вас вот так вот с позором тоже не увольняли. Ни в коем случае не допускайте этого. И все-таки понимаете, что служба в полиции и звание это все-таки дорого. Это годами вы отрабатываете. И желательно, чтобы вы это вот так вот по пустякам, как говорит генерал, покатавшись на верблюде в Египте, вас увольняли. Это неправильно. Удачи, парни. Служите честно. А я теперь простой гражданский. Можете вообще меня вывезти прямо сейчас под прицелом. Вот так вы можете сделать. Ну нет, ну нет. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Просто честь. Давай. И тебе тоже. И тебе тоже, дружище. Давайте. Пока. Пока. Спасибо. Спасибо, мужики. Настоящие полицейские. А я пошел плакать в раздевалку. Да, друзья, частенько я шутил по этому поводу. Да, по увольнению, по понижению я шутил частенько. Но, к сожалению, друзья, этот день настал. Я просто сдаю свою форму. Кладу ее в шкафчик. И с этого момента я не рядовой, не полковник, не сержант. Я просто никто. Единственное, что сейчас остается. Я не знаю, стоит ли вообще туда ехать, идти. Это встреча с товарищем президентом. Который наверняка отчитает меня. И вообще будет проведена проверка. Меня посадят. И буду я прохлаждаться в тюрьме. Потому что сейчас стало все гораздо серьезнее, чем раньше. Вы даже не представляете, господа, насколько мне обидно, что те времена еще с генералом Рогозином прошли. Рогозин, к сожалению, погиб. Погиб геройски. И на замену пришел новый назначенный товарищ генерал Норкин, которого поставил лично товарищ президент. Именно поэтому с тех времен стало все гораздо серьезнее. Ладно, в таком случае, господа, направляемся сейчас в правительство. Потому что... Ну куда мне? В магазин за молоком ехать сейчас? Я просто не знаю, что мне еще делать. Вот лишили меня званий, лишили меня офицерской формы. Все. Я действительно никто теперь. Никто. Поэтому, друзья, отправимся сейчас в правительство и посмотрим, что для нас подготовил товарищ президент. Последний раз с президентом я виделся, честно говоря, давненько. И я так полагаю, когда у меня телефон отсутствовал, он звонил. То есть необходимо было что-то. Президент просто так не будет искать меня. Да, мы с ним знакомы, но очень-очень редко общались. То есть по каким-то конкретно рабочим вопросам. И тут, пока я в Египте, мне пытался, по всей видимости, назвать президент. Именно поэтому он разозлился. Я уверен, что он разозлился. И сказал, уволить. Вот вам приказ. Как только придет, сразу. И, пожалуйста, меня вот так вот с позором уволили. Просто прогнали метелкой из МВД. Я, честно говоря, друзья, не знаю, как оправдываться перед президентом. Но я, наверное, сообщу, что был на каком-нибудь задании. Да, как будто у меня было какое-то важнейшее задание. По которому, собственно, я сейчас сделаем. Подожди. Сейчас сделаем, если, конечно, получится. Ага. Как будто бы у меня было важнейшее задание. Секретное. Ведь он не мог знать, почему я пропадаю. Почему я без телефона и прочего. Не мог. Поэтому, друзья, попробуем. Ну, какую-нибудь дурацкую отговорку придумать. Может быть, прокатит это. А иначе, друзья, как нам действовать по-другому? Нам нужно возвращаться. Сделать все, чтобы нам вернули. Поэтому последний сейчас шанс – это разговор с президентом. Ну и немаловажный вопрос, друзья, также. По какой причине вообще он меня искал? Потому что генерал сказал, что меня искали. Конкретно, когда он узнал, что меня нету, он приготовил приказ об увольнении. Вопрос, что же такого было важного? Интересно, чтобы меня искать. Ну вот, сейчас мы пройдем в это здание, господа. И только два варианта. Либо я останусь здесь и выйду отсюда в наручниках. Либо что-то поменяется, и мы что-то хотя бы сможем сделать. Ну, по крайней мере, спасибо, что хотя бы он хотел меня видеть. И так хорошо. Так, здравствуйте, охрана. Подскажите, президент сейчас у себя? Добрый день, добрый день. Приветствую вас. Покажите ваш пропуск, пожалуйста. У меня нет пропуска. Я гражданин Див. Я так понял, президент вроде бы ждал меня, если не ошибаюсь. Разрешите, проведу осмотр. Да, пожалуйста. Проверяйте. Ничего запрещенного нету. С пистолетом теперь уж, извините, я ходить не могу, как я полагаю. Просто так я теперь никого арестовывать ничего не могу больше, друзья. Проходите. Президент ждет вас. Благодарю. Благодарю. Очень приятно. Гражданин Див. Президент говорил, что придете, проходите. Он ждет вас в кабинете. Спасибо. Спасибо большое. Это уже что-то. Это хорошо. И что удивительно, он на сегодняшний день, друзья, находится еще и здесь. Хотя он приезжает сюда, ну, крайне редко. Так, провожает нас товарищ охранник. Я надеюсь, у него там за пазухой не подготовлены наручники для меня. Потому что наверняка, если бы президент знал, что я здесь окажусь, он бы и хотел бы меня арестовать. Он бы уже подготовил все. А людей что-то много прям. Посмотрите-ка. Огромное количество людей. Добрый день. Добрый. Обалдеть. Вот это охраны. Он здесь? Гражданин Дип. Проходите. Вас ожидает. Спасибо. Спасибо. Товарищ президент. Здравия желаю. Вот это кабинет у вас. Переехали, я смотрю, да? Опачки. Посмотрите, кто пришел. Собственно, персует. Теперь уже гражданин Дип. Здравия желаю, товарищ президент. Ваш кабинетик, смотрю, вырос. Вырос ваш кабинетик. Знаете, почему вы теперь граждане? Так точно, товарищ генерал. Знаю. Мне товарищ генерал все передал. Так точно. Так точно. Предполагаю, товарищ президент. Потому что вы решили, что отдых в Египте для вас важнее служебных обязанностей. Да, товарищ президент, ну не отдыхал я. Ну не отдыхал. Я был, ну можно сказать, на задании. Мне тут передали какие-то коктейльчики попивали и на верблюдах катались. Да какие верблюды? Я не катался. Вот у вас дезинформация, я считаю. Это дезинформация. Дезинформация. Скажите, вам лошадей мало в нашей простой стране? Я не катался. Я не катался. Поймите, это все вранье. Это неправда. Я могу дать объяснение. Если вы пожелаете, прям на листочке вам все распишу, чтобы не быть голословным. Распишу, что я там делал, почему я там был. Товарищ президент, мы взрослые люди. Послушайте. Рассказывайте. Что вы там делали, будете у прокурора. Пусть он и выслушивает эти сказки. Какие сказки? Ну о чем вы говорите? Ну неужели после стольких лет службы я вот достоин вот такого унизительного увольнения? С позором просто. Меня уволили с позором, товарищ президент. Ну что, вам недостаточно этого? Мне тут нет головы заморачивать. Это что за безобразие? Совсем уже оборзи. Товарищ президент, ответьте просто на вопрос. Что теперь? Вот со мной? Вот что теперь будет со мной? Значит, я прекрасно понимаю и уважаю ваше потраченное время в органах МВД. И мне бы не очень хотелось, чтобы такие люди, как вы, пропадали с радаров. Не дай бог еще сопьетесь и сами попадете в места не столь отдаленные. Значит, у меня есть для вас предложения достаточно интересные. Вы, наверное, уже слышали, что над них был задержан глава Нижегородской области. Нет. Я столько отсутствовал, что я вообще не знаю, что происходило за последний месяц, наверное, товарищ президент. Давайте скажем, что так точно. Раз такое было, конечно, слышал. Конечно, слежу за всеми новостями, все слышал, все видел, товарищ президент. Он был замешан в коррупционных действиях и был задержан сотрудниками ФСБ. Согласен. Взятки – это плохо. Это плохо. Вы, насколько мне известно, в коррупционных махинациях замечены не были еще. Так точно, товарищ президент. Взятки – не моё. Запомните, пожалуйста, никаких взяток. До полковника служил. Максимум 5 тысяч рублей взял. И то так, чтобы пожалеть человека. Но это мы умолчим, естественно. Сейчас эта должность свободна. И правительство нуждается в новом человеке. Так, так, так. Немножечко не понимаю. А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Губернатор, вы сказали, Нижегородской области задержан? То есть губернатор всех городов? Это, это получается, Арзамаса Южного Се... Я могу вам предложить должность временно исполняющего обязанностью головы? Серьезно? Вы? Так вот для чего он приходил. Так вот для чего он приходил. Это же, это же сложно. Решение. Мне необходимо услышать прямо сейчас. Слушаю вас, пожалуйста. Господи, я... Ну я даже не знаю. Я просто боюсь, что я могу не справиться. Ну слушайте, ну растерять уже нечего. Я... Я готов попробовать. Ладно. Товарищ президент, я готов попробовать. Хорошо. Все. Друзья, не будем отказываться. Ну вот и отлично. В таком случае приступайте к своим обязанностям. Охрана пока что... Где вы еще? К пенье. Нем-нем. 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 Хорошо. Спасибо. Спасибо, товарищ генерал. Вернее, товарищ президент. Я на весь... Надеюсь. Очень веселье. Нем-нем-нем. Спасибо. Спасибо. Кабинет? Так. Ну, уж теперь я понимаю, что это точно. Не мой кабинет. Присвоил его сюда. Товарищ президент себе его. Так. А кто мне покажет? Где теперь кабинет? Так. Так. Внимание. Я только что был назначен губернатором Нижегородской области целой. То есть можно сказать, что это какой-то шанс получается. А кто... Подпись. Давай. Ставить будем. Где-то бейте. Ой. Товарищ президент, извиняюсь. Забыл. Так. Давайте. Все. С этой минуты. С этой подписи. Господа. Спасибо. С этой подписи я губернатор. И вы... Молодец. Идите. Спасибо. Так. А где кабинетик? А где кабинет? А где кабинет? Скажите, пожалуйста. Посмотреть хотя бы. Где он? Пойдемте. Пройдемте. Давайте. Куда? Куда? Покажите, пожалуйста. Охренеть. Просто посмотрите, сколько людей задействовало. Этот. То есть он оттуда переехал. Ну. В принципе. В принципе. Хорошо. Хорошо. Друзья. Ну. Согласитесь. Даже у полков... У товарища генерала кабинет будет, ну... Обалдеть. Это... Это мой кабинет. Это мой кабинет. Сейчас. Вы что, серьезно, что ли? Я что? Я губернатор. Так. В первую очередь... Ладно. Подожди. Давай. Давай не будем сейчас с горяча принимать решение. Это ж сколько открывается тут... Друзья, с этого момента теперь остается новая жизнь. Мы являемся губернатором Нижегородской области. Предлагайте свои, может, какие-то идеи, решения, что вы хотели видеть. Я рассмотрю. Вы теперь граждане, уважаемые, которые здесь проживают. Я буду рассматривать ваши предложения тщательно. Я имею ввиду комментарии. Тщательно. Каждый комментарий. Если будет по существу, буду рассматривать и принимать решение, друзья. Предлагайте, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Ваши предложения выслушаю. Выслушаю обязательно. Все-таки это моя теперь работа. А вам, если ролик понравился, обязательно поставьте на него лайк. Также не забывайте, что все эти события происходят на первом сервере Радмира Криминальной России. Если вы еще не здесь, ссылочка в описании есть. Обязательно присоединяйтесь и не забывайте нажимать кнопочку М. Далее награды и указывать мой промокод МАКСДИП. Большими буквами. По достижению 4 уровня получите от меня денежку. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова